Опять же, как мне кажется, как я подозреваю, это всё до поры до времени, пока там не произойдут какие-то следующие вот эти вот, знаете ли, а также в лаунчере должны появиться крэмпы сервера. В конце концов, мы сможем, знаете ли, уже так более-менее как-то стабильно играть в GTA Sample. Блять, а как же хочется всё-таки... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Стоило бы вас поприветствовать на ролик такого формата, поэтому я даже вот не знаю, я не знаю, что вообще тут можно сделать, потому что вот обычно, вот у меня выходили, знаете, какие-то такие ролики про голосовой чат на Arizona RP, а они собирали просмотры, потом появилась новость о том, что вот будет Arizona Mobile от Arizona RP. Я начал снимать вот новости по Arizona Mobile от Arizona RP, это тоже начало собирать просмотры, и теперь две этих хайповых темы, они объединились между собой, они там скрестились, совокупились с ними, произошли все прочие вот эти вот, знаете ли, вещи, и получился один вот такой вот видеоролик, в котором сегодня я вам поведаю много разнообразной интересной инфы, хотя инфа будет, ну, знаете, какая-то такая односторонняя, я бы сказал. А вот все остальное, ну уж, тут извините, куда деваться, а деваться в том-то и дело, что некуда, поэтому давайте уже непосредственно начнем. В общем-то, разработчики Arizona Mobile, по типу, там, знаете, Альберта Миронова, может быть, там, я не знаю, Валик, может быть, там еще какие-то люди разрабатывают Arizona Mobile, я вот во все это особо сильно не вникал, да и зачем это нужно, если можно просто вот увидеть новости, рассказать какое-то свое мнение по поводу той или иной новости в GTA Sampe, в мобильном GTA Sampe, и во всех вот этих, знаете ли, прочих проявлениях данных мультиплееров и вот всего-всего прочего, в общем-то, они сначала там пофиксили какие-то вот эти вот, знаете, баги, которые встречались у некоторого слоя игроков, об которым я рассказывал в своем ролике по поводу того, типа, какое будущее Arizona Mobile, и вот все в таком роде, все в таком виде, все в каких-то прочих вот этих во всех видовых категориях, и, ну, я думаю, что вы сами все это должны прекрасным образом понимать и как-то, ну, я не знаю, уже на это более-менее нормально реагировать. Так вот, Альберт Миронов, так сказать, тизерит всякие новые вещи, которые будут на Arizona Mobile в ближайшее время, и, насколько я понял, насколько я понял, в ближайшее время на Arizona Mobile появится голосовой чат, как он будет реализован, я не знаю, я насколько могу понимать, такой вот голосовой чат, либо не такой, либо какой-то похожий голосовой чат, либо там еще какие-то вот эти, знаете, вещи в мобильном в целом сегменте GTA Samba, они уже реализованы на Сантропе, или на Сантропе, или там еще на каких-то проектах, я не знаю, как там это работает, и мне бы хотелось посмотреть, как это будет реализовано на Arizona Mobile, потому что, когда ты заходишь с клиента вот на серваке Arizona RP, то достаточно сложно найти людей, которые бы играли с голосовым чатом, и это, как мне кажется, плохо, но, опять же, как мне кажется, как я подозреваю, это все до поры до времени, пока там не произойдут какие-то следующие вот эти вот, знаете ли, изменения, о которых я поговорю, наверное, в каком-нибудь из своих последующих видеороликов, которые вы можете не пропустить, если нажмете на... Да, что-то не ожидал я такого голосовой чат, чтобы чуваки в скинах бомжей смогли между собой пообщаться, ну пиздец, ну что удумали-то, блять, ох, пиздец, пиздец, блять. А колокольчик на подписку, или там вообще подпишитесь на мой телеграм-канал, например, или допустим, или, возможно, какие-то следующие вещи, ну, я думаю, что это, ну, абсолютно точно не важно, зачем вам все это знать. Так вот, и появится также браузер в игре. Как он будет выглядеть, я, ну, что-то даже вот у меня нету ни малейшего понятия того, как может выглядеть браузер в игре. То есть, ну, тут так написали, что вот, ну, я вот лично, я не понимаю. А также в лаунчере должны появиться КРМП сервера Аризоны Мобайл. Вообще, я хочу вам напомнить, что Аризона Мобайл вроде как заявляла, что через их лаунчер можно будет подключиться к любым серверам в GTA Sampi, возможно, в GTA КРМП, возможно, там, в еще каких-нибудь вот этих проявлений, возможно, в МТА вообще, да, хотя МТА, это уж я тут, знаете ли, погорячился. В МТА вряд ли вообще, возможно, будет заходить через сам, потому что там, тем более, там, как минимум, нету серверов Аризона, как максимум, ну, просто, какой МТА, кому, блядь, нужен этот МТА? МТА, он уже давно сдох, а у нас, как бы, у нас все заебись, у нас все нормально в GTA Sampi. Так и что получается? В скором обновлении, в скорых вот этих, знаете, во всех вещах, во всех вот этих вот штуках и во всем, во всем прочем. В общем-то, если говорить кратко, то в скором времени на Аризону Мобайл произойдут разного рода изменения. Вот как я предугадал в своем видеоролике по поводу будущего Аризона Мобайла, мол, там, знаете ли, они сначала пофиксят все баги, потом начнут добавлять все вот эти, знаете, разнообразные еще вещи какие-нибудь, и, в конце концов, мы сможем, знаете ли, уже так более-менее как-то стабильно играть в GTA Sampi. Конечно, сейчас как-то, ну, я не знаю, мобильный GTA Sampi, обычно я вот себе как представлял, а мобильный вообще GTA Sampi, мобильный вот этот вот весь сегмент Sampi, вот эти вот весь мобильный гейминг и так далее. То, что ты сидишь, допустим, в школе на уроках, либо ты сидишь, там, я не знаю, в колледже, там, я не знаю, в университете, там, я не знаю, еще где-нибудь. Ты сидишь на какой-нибудь скучной паре, такой, типа, блять, а как же хочется все-таки потягать мешки в Sampi, заходишь и все. А сейчас, во время коронавируса, это немного, знаете ли, вот, вот не в то русло идет немного, поэтому, ну, вот даже, даже не знаю, что тут можно предложить, кто вообще играет в Аризону Мобайл. Возможно, те люди, у которых нету компьютера, потому что они такие, типа, блин, в Samp всегда хотел поиграть, в Бравл Старсе уже, знаете ли, кубков много набрал, а в Clash Royale там уже, я не знаю, 15-я арена, в Clash of Clans, я не знаю, 12-й ТХ, мне уже делать нечего, поэтому зайду-ка я, знаете, вот в этот самый Мобайл. И вот там вот все это посмотрю. Ну, а как будут вообще обстоять дела со всем этим голосовым чатом? Я думаю, что после апдейта, я надеюсь, что не придется скачивать какую-то, знаете, еще удалять старую версию Аризона Мобайл, скачивать новую версию Аризона Мобайл и после всего этого уже заходить на проекты, на сервера, которые мне нужны. Я надеюсь, что Аризона Мобайл, вообще в целом Аризона Геймс, вот эта вот вся компания, она такого не допустит, потому что, ну, лично мне бы вот не хотелось ни с чем подобным дело иметь, потому что все, я уже скачал, я хочу, чтобы обновления приходили по воздуху, чтобы я мог нормально обновляться и чтобы я мог нормально играть. Все остальное меня не интересует, меня не ебет, меня не волнует от слова совсем нахуй, нихуя, блять. И вот все-все-все остальное во всех вот этих родах, падежах, склонениях и во всех прочих вещах. Ну, а вы можете написать в комментариях, как вы думаете, как будет работать вот этот вот весь, знаете ли, Аризона Мобайл, все вот эти прочие, что и как будет работать, там, я знаю, голосовой чат, возможно, что еще добавят по вашим предположениям на Аризону, на Аризону Мобайл и на все прочие вещи. Ну, а так, я с вами, как и полагается, прощаюсь, на этом у меня все, сказать мне больше нечего, всем спасибо за просмотр, или не спасибо за просмотр, всем не пока, потому что мы все равно увидимся завтра в 20.00, эм, да.